Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминок Бесконечности, и у нас сегодня будут лекции по философии христианства. Лекция называется «Христианская философия». Ну, с этим всё понятно. Мы продолжаем, в общем-то, наш исторический экскурс по различным периодам развития философии мы прошли Древнюю Грецию полностью, очень даже досконально изучили некоторые учения, особое внимание обратили на те учения, которые мне больше всего нравятся, и теперь вот переходим к средневековой философии, которая тоже занимает особое место во всей этой системе. Следует заметить, что также впоследствии мне бы хотелось разобрать также индийскую философию, китайскую, исламскую, а потом перейти уже на философию возрождения, нового времени, просвещения и современности. Ладно, поехали. Начнём с того, что я не считаю, что существует какая-то христианская философия, как ни странно. Дело в том, что в средние века она называлась служанкой богословия, а философия, которую я понимаю как свободную продуктивную мысль, не может ни в коем случае быть служанкой. На мой взгляд, философия всегда хозяйка, а подлинные философы всегда продуктивные творцы своих учений. Впрочем, исторически некоторые учения принято считать философскими, и мы разбирали в качестве философов не только основателей тех или иных концепций, но и их последователей, некоторые из которых ничего нового в учении в принципе не привнесли. Было бы нечестно проигнорировать христианский период, так как так называемая христианская философия просуществовала больше всех прочих. Полтора тысячелетия, и это если грубо округлить, притом в меньшую сторону. Более того, идеи христианских мыслителей очень сильно отличаются друг от друга. Наверное, даже больше, чем у представителей греческих школ мысли, за исключением разве что платоников, которых кидало от абсолютного догматизма к умеренному скептицизму и обратно. В любом случае, христианство оказало неоспоримое влияние на последующее развитие не только философской, но и научной мысли. Вот к этому тезису мы в итоге должны будем как бы прийти. Вот вам заявление. Христианство оказало неоспоримое влияние на последующее развитие не только философской, но и научной мысли. В последующих лекциях мы также рассмотрим, в лекциях о возрождении, о новом времени, мы также рассмотрим те тенденции, которые в итоге-то выродились именно из христианства, философии. А также мы уже разбирали, как и наука, и христианство связаны. Вообще, мы уже разбирали, да, в отдельном видео, поэтому здесь у нас тоже ничего, в общем-то, не оспорили, ну, ничего, что можно оспорить, в принципе, нет. Так вот, дело заключается в том, что христианство действительно на все это повлияло. Сейчас будет небольшая игра с датами. Заметьте, вот у нас христианская философия обычно обособляется вот средними веками. Это пятнадцатый, это пятый пятнадцатый века, конечно же, нашей эры. Соответственно, средневековая философия имеет ту же самую периодизацию, и обычная средневековая философия считается неким таким синонимом христианской. Но, но все исследователи христианской философии знают, что такой период, как патристика, существовал со второго века нашей эры и просуществовал по седьмой век. То есть патристика, то есть философия отцов в церкви, да, просуществовала часть античности и также захватила небольшой кусочек средних веков. Определенно большую часть философии средних веков занимает такой период, как схоластика, схола, ну да, от этого слова школа как раз пошло. Это как раз университетская систематическая христианская философия. Впрочем, иногда схоластикам относят не только университетских философов, ну просто философов восьмого века и иногда даже немного ранее. В общем-то, переход от патристики, схоластики вопрос такой спорный, как и переход от средневековой философии к философии возрождения. Также как переход от философии возрождения к философии нового времени. В общем-то, все довольно-довольно-довольно спорно. Также не менее спорен переход от философии просвещения к философии, в общем-то, немецкого идеализма, так как Кант многое воспринял у философов эпохи Просвещения. Все периодизации, они спорные. Философия, они носят очень спорный характер. Притом, ну, определенно даже непонятно, кто там на что повлиял и так далее, и так далее, и так далее. Ладно, продолжаем. Патристика. Патристика. Патристика от слова патер. Ну, то есть, отец. Отцы церкви – это духовные и религиозные лидеры христианства. Притом, после времени уже апостолов. Некоторые из них, кстати, апеллируют к тому, что они восходят к апостолам, слушали их, были с ними знакомы. Разработки патристики легли в основании мировоззрения христианства, ну, в частности, христианской церкви. Всех ее ответвлений, и православной, и католической. Церковные воззрения, как католичества, так и православия напрямую идут от отцов церкви, но частично от разных отцов церкви, и поэтому здесь будут вот такие вот некоторые тонкости, которые мы разбирать все-таки не будем. Дело в том, что после прочтения Библии любой осведомленный в религиозных традициях и воззрениях человек спросит, откуда в церкви столько идей и традиций, которые прямо не следуют из Священного Писания. Кстати, Мартин Лютер тоже в итоге, во времена Реформации, спросит о том же самом. Это вопрос действительно актуален. Откуда взялись все вот эти вот невероятные традиции, которые никак не объясняются Библией? Ответ прост. Патристика. Зачастую это вот сугубо патристика, так как во времена патристики занимались не столько как бы чистой философией, не философствовали о христианстве, а создавали систему христианства непосредственно. Непосредственно строили церковь даже в том числе. А, также отцы церкви занимались, конечно же, апологетикой христианства, то есть защищали учения от нападок философов и представителей других религиозных групп. Притом делали это не физически, но чаще всего не физически, а непосредственно в спорах, потому что до определенного времени христианство в античном мире не имело большого влияния. Ну вот так, например, есть известные тексты, например, против Цельса. Цельс это платоник, который был определенно настроен против христианства, обвинял христианство, в общем-то, в абсурдности, и многие апологеты в итоге сталкивались с ним, и некоторые написали даже текст против Цельса. Прекрасно. Так давайте же рассмотрим направление патристики и выделим выдающихся ее представителей для философии. Вот у нас Александрийская теология, Каппадокийский кружок, Латинская патристика, Богословие отцов-пустынников и византийская, так называемая, философия. А к Александрийской теологии относится Климент Александрийский, очень известный персонаж. Ориген, не менее известный персонаж, персонаж, который нередко подвергали гонениям. Остальных перечислять не будем. А Каппадокийский кружок из очень известных, наверное, Григорий Низкий, очень, ну, влияние на философию оказал, вам, к сожалению, тоже сегодня разбирать не будем. Можете поинтересоваться, почитать про Григория Низкого, особенно из вот Каппадокийского кружка. Он выдающийся. Латинская патристика. Непосредственно один из самых выдающихся философов христианства за всю историю. К ней относится вот Августин Блаженный, отчасти платоник, отчасти христианин. Он в себе очень много разных мировоззрений намешал. И в целом, поэтому, во многом из-за того, что Аврелий Августин, Блаженный Августин, имеет колоссальное влияние на развитие христианства в целом. Из-за него как раз многочисленные платонические, стоические идеи и прочие, в общем-то, были помещены внутрь христианства. Во многом благодаря Блаженному Августину и его разборы, ну, честно, очень серьезные разборы времени не может не восхищать. Почитайте исповедь Августина Блаженного, очень сильно рекомендую. Также к латинской патристики относятся Тертулиан. Очень злой дядька, честно говоря. Очень злой и очень догматичный. Ну, мы посмотрим дальше про него, тоже узнаем. О богословии отцов пустынников из них я, наверное, никого не выделил. Ну, как философ. Ну, с точки зрения философии я из них никого не выделил. Мне, в принципе, все кажутся довольно-таки спокойными с точки зрения философии. Византийская философия как раз наоборот. Ну, это как бы относится к православной традиции уже. Византийская философия православная традиция. Как бы мы уже можем вот так вот рассматривать. А вот эти вот отцы церкви как раз заложили основу православной церкви. Иоанн Златоуст да, очень потрясающий философ непосредственно. Один из создателей вот этой византийской философии. Дионисий Ариопагид, хоть он и не выделен, он тоже очень хорош в смысле философии. Иоанн Дамаскин, бесспорно прекрасен. Хороший философ. Его мы тоже разбирать, к сожалению, не будем. Но вот обратить на него внимание следует. Если вы будете дальше глубже изучать тему патристики, вот на этого персонажа обратить внимание стоит. Ну, и, конечно же, Григорий Палама, о котором мы немножко поговорим. А теперь двигаемся по именам, которые были выделены. Ну, по основным именам, в общем-то, философии патристики. А первое, первое одно из самых важнейших имен это Климент Александрийский. Да. Так, что-то я с годами здесь напутал, конечно. Что-то я напутал с годами. Ладно, не забывайте обращать внимание. Этот отец в церкви, был убежден, что философия необходима для церкви. Бог даровал эленам философию как инструмент богопознания. Философия и пророчество дополняют друг друга. Также Климент первым поставил проблему о соотношении веры и разума. Кстати, о вере и разуме уже есть отдельное видео, мы об этом говорили, да. Посмотрите обязательно тоже на канале. Которую, да, уже обсуждали ранее. Вне христианского сообщества вера и знания одно и то же понятие. Ну, собственно, для греков верю, знаю, умню, в общем-то, я убежден. Это очень похожие слова и смыслы, например, для скептиков. Любой, любой вид убеждений это догма. Поэтому они называли догматиками платоников, перепатетиков, вообще всех философов они называли догматиками и во многом справедливо. Так вот, как раз такое непосредственное разделение веры и знаний и вот зарождение концепта именно религиозной веры вот намечается как раз у Климента Александрийского. А вот уже в христианском обществе появляется такое вот разделение именно, да, ну, как раз благодаря Клименту Александрийскому. А также он, один из первых, начал определять бога апофатически, то есть через отрицание атрибутов. Ну, там, бог не есть смертный, бог не есть телесный, например. Не знаю, у бога нет бороды. Вот так вот, скажем. Отрицательные, в общем-то, определения даются богу, а положительные дать невозможно, потому что человек делает положительных критериев определения божественных атрибутов. Ну, то есть, у человека нет такой возможности. Он не может сказать, бог грустный, потому что грусть там не сопоставима с состояниями божественными. Или бог там добрый. Но не может это сказать, потому что доброта человеческая это одно дело, и мы видим перед собой, одни виды доброты, а у Бога все эти вещи, они несравненно больше, наверное, и назвать их тем же словом абсолютно нельзя, и мы вообще не подозреваем, что там с Богом. В общем-то, апофатическая философия, она как раз подразумевает, что мы не можем найти многие ответы на этот вопрос. Своебразный такой агностицизм религиозный, который включает в себя как раз и понятие веры, одновременно у нас есть и вера, но мы не знаем, во что мы точно верим, поэтому она, собственно, и вера, а не знания. А также он ввел понятие града небесного и град земного, который в итоге будет развиваться на протяжении средних веков, и, конечно же, об этом напишет Аврелий Августин. Такс. Тертулиан. Если, по-моему, я просто века здесь перепутал. Климент Александрийский, 115 век, 150. Тертулиан, 155 год и 220 год. Нашир, конечно же. Тертулиан, известный богослов, который один из первых выразил концепцию Троицы, которой в Библии, соответственно, нет. Известен своей фразой «Верую, ибо абсурдно». А также, ну, как бы, давайте раскроем, раскроем вот эту фразу более подробно. «Верую, ибо абсурдно». Ну, что, что это такое? Почему же он верует, ибо абсурдно? Он говорит, он пишет, точнее, «Сын Божий умер, это бесспорно, ибо нелепо, и погребенный воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Ну, апологетика вот Тертулиана вот такая немного, она идет от абсурдного, и доказывает веру от абсурдного. Ну, то есть, мы именно веруем, мы не можем не верить в это, ну, то есть, мы понимаем, что мы это не знаем, потому что это абсурдно, как бы, но мы веруем при этом, при этом мы веруем, при этом есть вера определенная, несмотря на то, что это абсурдно, несмотря на то, что воскрешение кажется людям невозможным, потому что люди не воскресают, да, потому что люди просто не воскресают, поэтому оно кажется невозможным. С другой стороны, это и несомненно, Это бесспорно. Интересно. Тротулян был одним из тех отцов церкви, которые ограничивали философию. Он считал, что ей нельзя заниматься исследованиями, ну, можно выполнять некую объяснительную функцию. Ну, в общем, Тротулян очень отрицательно отзывался о философии, много критики с его стороны, философы греческие, по его мнению, ну, в общем-то, не очень хорошие люди и заслуживают, в общем-то, места в аду. Да. Ориген. 185-й год по 254-й. Ориген очень интересный персонаж, у него довольно интересная судьба. Прежде всего, он ученик Аммония Сакаса. Да, это тот самый неоплатоник, о котором мы уже слышали в прошлой лекции. Был такой один, да. А с другой стороны, Ориген тесно связан вот с этим персонажем Климентом Александрийским. Ориген намешал себе огромное количество различных, в общем-то, учений того времени, вроде как даже включая гностицизм. Он считал, что все сущее неминуемо спасется, что в итоге как бы стало, в общем-то, ересью как бы. Получилось так, что вот это вот ересь. Церковь признала вот это вот положение ересью. Даже демонов и сатану в итоге ждет спасения, считал Ориген. Да, он перемешивает в своем воззрении учения гностиков, неоплатоников и, собственно, христиан. Он говорил о трех смыслах Библии. Телесном, то есть буквальном, душевном, то есть моральном, и духовном, то есть мистическим. В общем, очень интересный персонаж. Из всех перечисленных в Патристики рекомендую ознакомиться именно с Оригеном. И со следующим мыслителем Августином Блаженным, конечно. Это просто вот основа, основа Патристики. Очень великие авторы, которые заслуживают внимания любых исследователей философии, конечно же. Бесспорно, их влияние было очень велико. Кстати, относительно работ Оригена и его идей, его идеи в итоге распространялись, да. Нет, он был запрещен в церкви, в церкви он был запрещен. Но различные, в общем-то, авторы церковные все-таки предпочитали не указывать его в качестве автора идей. И брали его идеи, в общем-то, из его текстов, и все как бы было нормально. Ну, Ориген в том числе считается мыслителем эпохи Патристики. Следующий. Крайне уважаемый персонаж. Просто невероятно уважаемый. Августин Блаженный. А жил с 354 года по 430. Также его зовут Аврелий Августин. Ну, может быть, вы слышали либо Аврелия Августина, либо Августина Блаженного. Один из самых известных текстов его, это «Исповедь». Потрясающий текст, интересный. Рекомендую прочитать не только как философскую, так скажем, повесть о размышлениях Августина Блаженного. Там очень много интересных моментов, безусловно. Но также там есть такие очень художественные моменты, где он описывает свою жизнь, свою греховность и так далее, и так далее, и так далее. Ну, честно говоря, это, конечно же, интересно. Это интересно. Так. Аврелий Августин. Еще у него текст о Граде Божьем. Там он как раз вот-вот-вот-вот разрабатывает дальше идеи Климента Александрийского. Климента Александрийского же, да? Да-да-да-да-да. Ввел понятие Града Небесного и Града Земного. Так вот. Бог по Августину Блаженному сотворил материю. Все, что сотворил Бог, является благим. Мир всегда находится в состоянии постоянного творения Богом. Мир всего один. Не существует множества миров, как это было у Демокрита, например. А также Бог сам по себе, он бестелесен. У него нет тела, в нем нет материи, он не состоит из каких-то частиц. Он совершенно духовный, он совершенно сверхприродный, и он в том числе является личностью. Кстати, Августин Блаженный был уверен в том, что человек свободен, у него есть свобода выбора, у него есть свобода воли. И, собственно, благодаря этому совершилось грехопадение. Да, и людям из-за грехопадения, из-за этого выбора, в том числе, свойственно совершать зло. Особенно после грехопадения, с учетом этой свободы, люди часто совершают зло. И даже когда они жаждут блага, у них получается совершать зло. Ну, например, какой-нибудь Адольф Гитлер. Он собирался, не знаю, создать благую немецкую нацию, чтобы все было прекрасно, чтобы был арийский рай. Ну, по его, наверное, задумке это была хорошая идея, просто вот отличная благая идея. А на самом деле получилось все не очень хорошо. Закончилось сжиганием евреев, пленных, к самой колоссальной войной за всю историю человечества. Ну, например, вот так вот. Можно трактовать вот данное высказание, хотя Аврелий Августин, конечно же, не слышал о Второй мировой войне. Ну, вот, интересно. Особую роль в спасении души играет благодать Божия. Кстати, идея Божьей благодати будет еще не единожды повторяться вот здесь. Особенно следует обратить внимание на философию реформации. Там вот благодать играет огромную роль, просто колоссальную роль. Также он развивал психологическую трактовку времени. Августину можно, наверное, отнести к представителям некого такого катафатического богословия, то есть положительного. Бог добр, Бог благ, Бог бестелесен. Он личность. Вот, он... Да, Августин дает положительные трактовки, в общем-то, Богу. Правда, Августин также очень высоко оценивает силы разума. Он считает, что разум – это взор души, и поэтому изучать тексты, в общем-то, христианские без разума смысла не имеет. Ну, то есть, ну, одной только верой здесь не справится. Вера и разум, они должны, в принципе, в некой гармонии все-таки находиться. Следующий выдающийся мыслитель эпохи патристики – Григорий Палама. Многих мы пропустили, в том числе многих православных отцов в церкви, но Григорий Палама заслуживает внимания нашего, так как он основатель эсихазма. Эсихазм позволяет с помощью духовных практик созерцать Бога и даже сливаться с ним. Для этого необходимо было произносить специальные молитвы и освоить определенные техники дыхания. Вот, эсихазм – интересная вещь, очень интересная, и с точки... Ну, вообще, то, что вот эта традиция эсихазма существует внутри православия, это тоже, ну, на самом деле, очень сильно облагораживает само православие. Ладно, продолжаем. Вот, мы рассмотрели патристику, отцов в церкви. Многих, многих не рассмотрели, ну, потому что многие были по преимуществу из них либо довольно-таки скучные для нас, ну, ввиду того, что они просто преподавали религию без философии. Ну, мы рассмотрели тех, кто в большей степени относился к философии, что-то придумывал, что-то синтезировал, что-то разрабатывал. И кто внёс просто колоссальное влияние в историю философии? Августин Блаженный безусловно внёс это колоссальное влияние на всю историю христианской философии. И не только. Не только. Кто его только не упоминает, Августина Блаженного, очень почтенный персонаж. Схоластика. Вот она, схоластика. Преимущественно университетская философия Средних веков, которая занималась рационализацией христианского учения по образу органона Аристотеля. А что такое органон Аристотеля? Это сумма текстов, посвящённых логике. Первая аналитика, вторая аналитика. Ну, я не помню, что там ещё дальше к органону относится. Ну, не относится к этому, к органону категории, я уже не помню на самом деле. Ну, не так уж и важно. В общем, органон – это логика Аристотеля. Новый органон – это логика Фрэнсиса Бэкона. Вот так вот. Запомните в такой последовательности. Одной из ключевых проблем схоластики был вопрос о соотношении веры и знания, ну, поднятый уже в эпоху патристики. Не менее важно было доказать существование Бога. Именно в этот период были окончательно сформулированы основные доказательства. Основные пять всё-таки доказательств. Потом шестое, якобы шестое доказательство, добавил Кант. Но как сказать шестое? Дело в том, что Кант отрицал почти все прочие доказательства, поэтому трудно назвать его именно шестым. Для Канта это первое доказательство было. Но это уже совсем другая история. Моей же любимой проблемой эпохи сколастики является вопрос об универсалиях. Средневековым мыслителям пришлось решать проблему общего и частного. Общее – универсалия. Ну вот, например, смотрите, у нас есть вот этот ножик. Это ножик. Один ножик. Вот. Он номинален, он один. А когда я говорю «ножи» или вот я говорю о каком-то абстрактном ноже, это универсалия. То есть универсалия – это слово, которое обозначает группу предметов, которые мы не можем сейчас одновременно увидеть. Ну, например, какие-то абстрактные ножи. Где там существуют? Либо какие-то абстрактные лошади. Лошадь вообще. Или, например, кот. На английском проще сказать «экэт». «Экэт» – это, в общем-то, общее. Общее. Это какой-то общий кот, какой-то непонятный кот. Непонятно, какого он цвета, как его зовут, какие там у него полоски на теле. Это просто «экэт». «Экэт» – любой представитель класса котов. То есть кот вообще. Кот же, который не является каким-то… Ну, то есть это кот, который не является каким-то конкретным котом, а олицетворяет вид в целом. Это общее понятие. А есть конкретный кот. То есть вот этот вот рыжий барсик какой-нибудь, сидящий на полу сейчас. На английском «экэтэт». Так вот, в средние века обсуждалась реальность общих понятий. Ну, то есть логика вообще-то, логика, если мы вспомним великие вот эти вот каноны Аристотеля и великий силогизм Аристотеля, она строится на общих понятиях. Хмм, да, что делать, если общие понятия на самом деле просто условности? Сразу же авторитет логики Аристотеля, ну, значительно падает. И вообще падает значение классификации различных, если мы не уверены в общих понятиях. Это очень важный вопрос, это колоссальный вопрос для логики. Являются ли общие понятия реальными и в каком смысле они являются реальными? Давайте вспомним. Сократ – человек. Все люди смертны. Сократ – человек. Человек. А что такое человек? Человек – это общее понятие в данном случае. Человек – общее понятие. Сократ, конкретный представитель человеческого рода, является неким общим понятием, в том числе и человек. Он относится к общему понятию человека. Да, получается. И вот к общему понятию человека принадлежит также смертность. А вдруг найдется какой-то бессмертный человек, допустим. А, ну, с точки зрения именно чистой логики и вот этих вот правил, она строится на общих понятиях. И в данном случае очень важно, крайне важно, колоссально важно прояснить, являются ли универсалии реальными. Реалисты, так называемые реалисты, они были уверены в том, что универсалии существуют в реальности. Подобно идеям Платона, но, в общем-то, они и называли идеи Платона вот этими самыми универсалиями. Поэтому их и называют реалисты, потому что они верили в реальность универсалий. Это не те реалисты, которые сейчас существуют, совершенно другие реалисты. И верили они в совершенно обратные вещи. Ну, то есть, они верили, наоборот, в то, что существуют некоторые универсалии. А номиналисты, ну, номиналисты уверяли, что универсалий в реальности нет, а существуют конкретные только вещи. А универсалий в лучшем случае, ну, у нас в голове просто возникает. Ну вот мы решили вот такую вот группировку сделать. Вот этот вот нож, там еще ножи, вот эти вот ножи, там, не знаю, карабиты, эти ножи, какие-то другие ножи. Все это куча общих понятий, системы общих понятий наславятся, наук пользуется системой общих понятий. Это все у нас в голове. Никакого значения отношения к реальности это не имеет. А для сторонников, в общем-то, реализма наоборот. Все это имеет колоссальное значение, и познание как раз строится на раскрытии вот этих вот самых общих понятий. Очень важная проблема, сейчас просто быстренько рассмотрим, кто и как ее решал. Такс, Боэций Северин. Его книжка есть известная, «Утешение философий». Жил Боэций с 480 по 524 годы. Он решал проблему свободы воли и проведения Божьего. А согласитесь, это большая проблема. С одной стороны, у нас есть свободная воля человека. Вот моя свободная воля. Я могу сделать там все, что захочу. Могу подкинуть там ножик какой-нибудь. Могу подкинуть, не знаю, ничего не хочу больше подкидывать, потому что моя свобода воли. Я так решил. Я свободен ничего не подкидывать сейчас. А вот. А с другой стороны, у нас есть Бог. Бог, который может все это предвидеть и заранее знает все, что мы сделаем. Возможно ли свобода воли, если существует божественное проведение? Это, ну, с виду, это логическая ошибка, честно говоря. Ну, с одной стороны, свобода воли. А с другой стороны, божественное проведение. Ну, то есть, детерминизм. Все определено. Все предопределено. И одно существо знает, что все предопределено. Но. Согласно Боэцию, проведение Бога не является причиной действий людей. А потому они могут быть свободны. И Бог, может быть, да, он провидится. Он действительно все видит, но не влияет. Он знает, что вот это все произойдет. Но это не он является тем источником, который влияет на происхождение тех или иных действий. А Боэции полагают в качестве свободного не что иное, как суждение. И сама наша воля свободна лишь постольку, поскольку опирается на суждение разума. Так, еще один известный, в общем-то, мыслитель схоластики Петр Дамиани. Он утверждал, что знание во всем уступает вере. Да, ну, то есть, вот у нас вот будет проблема веры, знания, веры, знания. И мыслители схоластики говорили, вера лучше знания, нет, вера хуже знания, нет, вера и знания равны. Вот такой вот у них спор был. И каждый доказывал, почему, что, зачем, что мы должны знать, чтобы верить, или верить, чтобы знать. Все, 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 все вы знаете, да. Одним из величайших мыслителей схоластики является Анселем Контерберийский, который, в общем-то, и предложил доказательства Бога. Так вот, Анселем Контерберийский, который жил с 1033 года по 1109, он являлся реалистом. Ну, то есть, он верил в то, что универсалии существуют. Да, действительно, универсалии существуют. Он так считал. А также он говорил, писал, верить, чтобы понимать. Ну, то есть, вера у него все-таки превалирует. Мы сначала верим, а потом понимаем. В вере нам дается понимание, то есть, знание. А без веры знание невозможно по Анселему Контерберийскому. Но все-таки он был тем автором, который предложил, ну, либо все-таки объединил, я бы сказал лучше. Ну, то есть, использовал доказательства Бога. Так скажем, он вывел бытие Бога из самого его понятия. Так вот, первое доказательство. От блага. Все стремится к благу. Вспомним Платона и вспомним Аристотеля. У них тоже все стремится к благу. Так вот, но Бог и есть абсолютное благо. Следовательно, к нему все стремится. Следовательно, он есть. Потому что все устремлено к благу, мы можем сделать вывод о том, что Бог есть, потому что он и есть по определению абсолютное благо. Вот такое вот незамысловатое доказательство. Мне, на самом деле, оно не очень нравится. Оно, ну, такое себе. Есть получше значительно. Сейчас рассмотрим дальше. Все ограничено и имеет некий верхний предел. Это и есть Бог, в общем-то, верхний предел. Вот такое второе доказательство. Третье доказательство. Бытие целое по какой-то причине. Ну, почему-то бытие держится между собой. Почему-то оно не разрушается. Почему-то все вот так вот, вот так вот, как оно есть. Никаких резких событий там не происходит. Если происходит, очень редко происходит. Почему-то бытие целое. Почему-то наши тела целые. Почему-то мы все целые. Все вокруг целое. Какова причина этого? А это и есть Бог. В общем-то, да. Бог как совершенство. Ещё одно доказательство. Доказательство от совершенства. В общем-то, у нашего тела в некотором роде совершенно да. Да, конечно, есть некоторые недостатки. Там аффендицид, прочие вещи. Может быть, мы не всемогущие. Но некоторая степень совершенства всё-таки у нашего организма даже есть. Есть вещи... Среди людей есть более совершенные люди, чем большинство. Они более физически подготовлены, здоровы, прекрасны. Да. Есть ещё более совершенные люди. Там, святые. Это вообще очень совершенные люди. Есть ангелы, которые ещё более совершенные, чем святые. И вот. В самом конце, самым совершенным существом, безусловно, является Бог. Вот так вот доказывается, что Бог тоже есть. Так. Есть ещё великое, пятое, самое-самое-самое могучее и самое сильное доказательство Ансель-Макинтерберийского, которое называется антологическим доказательством Бога. В общем-то, Бог превосходит по величине всё мыслимое. Мы не можем помыслить Бога. Мы никак не можем его помыслить. Мы не можем представить его во всём его всемогуществе, во всём его предсказании, во всём его всезнании. Ну, то есть, мы не можем познать всё, потому что, потому мы не можем представить Бога, как познавшего всё. Мы не обладаем всемогуществом, потому мы не можем представить Бога, как способного сделать всё, что угодно. Вот. Мы можем только говорить об этом, получается. И мы своими восприятиями и своим пониманием захватываем лишь частичку Господа. И часть его силы, часть его знания, малую часть, причём очень малую часть. Так. Ну, следовательно, это значит, что Господь существует вне нас и даже вне этого мира. Ну, что этот мир, в принципе, доступен для нашего понимания, а вот Бог — нет. А, тоже доказательство очень такое сложное, неоднозначное. И я, на самом деле, его сейчас очень упростил. Но, в общем-то, да, Бог превосходит по величине всё мыслимое, и мы не можем его помыслить. Поэтому те, кто критикуют Бога, они критикуют то, что нельзя помыслить, и поэтому они неправы, в общем-то. Как-то так и получается. Вы не можете помыслить Бога, а зачем же вы говорите, что его нет? Или зачем же вы говорите, что Бог вот такой-то, такой-то, такой-то? Вы же не можете его помыслить. А если можете, ну, давайте поделитесь своими измышлениями. И, скорее всего, люди уже тоже на этом этапе не смогут адекватно поделиться своими измышлениями, потому что, ну, это будет как-то примитивно, наверное, звучать. И любой хороший богослов, в общем-то, победит их в споре, если они начнут вот такие вот вещи делать. Следующий известный мыслитель схоластики Иоанн Расцелин. 1050 год по 1122. Известнейший номиналист. Считал, что бытие универсалей строго вербальное. Все сущности, существующие в языке и в уме, не обладают собственным бытием. Существуют лишь единичные вещи. Общие понятия просто обозначают некоторые абстрактные совокупности вещей. Честно говоря, вот забавно, да, что реалисты, это люди, которые за универсали, за реальность универсали, а современные реалисты должны были бы вот такими вот быть номиналистами. То есть есть конкретные вещи, а все логические попытки их как-то вот объединить друг с другом, это просто то, что у нас в голове происходит или вербально, в книжках. Кстати, позиция действительно очень интересная, и до сих пор ее все еще можно использовать для критики той же, например, науки, потому что, ну, наук, в принципе, как бы сказать, вроде бы она номиналистична, но придерживается универсалистического подхода. То есть методика у науки чисто универсалистическая. Создавать большие классификации и придавать этим классификациям реальности. Ну, например, у нас есть схема эволюции, вот эта вот колоссальная, громадная, где существа происходят друг из друга. На самом деле это просто настолько суперабстрактная система, но что она универсалистическая, она чисто универсалистическая. А номинализм здесь не имеет никакого отношения к вот этой вот большой системе классификации биологической. Ну, вот как-то вот так. Забавно получается у нас в мире, но вот над этим работали средневековые мыслители. Следующий средневековый мыслитель Пьер Абеляр. Очень известный, между прочим, и с ним тоже советую о нем прочитать. А жил с 1079 года по 1142. Он как раз считал, что нужно понимать, чтобы верить. Так, давайте-ка вспомним, кто у нас считал наоборот. Ох, Анселин Контраберийский считал, что нужно верить, чтобы понимать. А Пьер Абеляр считал, что нужно понимать, чтобы верить. То есть нужно иметь некоторое знание и некоторое доказательство, чтобы при этом подтвердить свою веру. Вера без понимания слаба, а знание, получается, выше веры. Он считал, что важнее всего с этической точки зрения не само действие, а намерение. Ну, то есть, как бы, вот у нас есть преступник. Он собирается кого-то убить. Очень долго собирается, там, не знаю, стреляет в кого-то, но не убивает. Ну, за тяжелые, в общем-то, повреждения организма его отправят в тюрьму. Но это не так уж и заслуженно, потому что он намеревался-то убить человека, например. С другой стороны, да, с другой стороны, проблема заключается в том, что суд, суд это не Господь Бог. И суд не сможет отличить, различать намерения. Ну, и поэтому, кстати, Бог вообще все решает в данной системе, потому что в итоге-то будет суд божественный, а не земной. И уже на божественном суде решится, у кого какие были намерения. Вот. Пьер Абеляр был представителем концептуализма. Это такое учение, которое, в общем-то, совмещает универсализм, в общем-то, реализм и номинализм. Вот эти два универсализма и номинализм вместе, в общем-то, совмещаются, так скажем, в учении Пьера Абеляра. Он считал, что общие понятия не являются ни реальностями, ни простыми словесными обозначениями, а заключены в значении слова и представляют собой мысленное содержание, относимое ко множеству отдельных вещей на основании имеющегося сходства или совпадения между ними. В отличие от номиналистов, признавал наличие в уме общих понятий. То есть, да, общие понятия в уме у нас есть. Причем они именно существуют. Это как бы, да, теория, в общем-то, врожденных идей, в том числе, видимо, в предварительном таком виде. Но это не свойственно номинализму, поэтому, в принципе, да, это действительно соединительная такая позиция. Позиция примирительная Пьера Абеляра. Может быть, даже следует относить позицию науки, именно научной, современной системе, именно к Пьеру Абеляру. Потому что без Пьера Абеляра строить вот такие вот колоссальные системы распределительные, классификационные, ну, по-моему, довольно-таки сложно. Следующий, 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 следующий мыслитель Петр Ломбардский. И тысяча девяностый год, по тысяча сто шестидесятый. Сейчас будут классные прозвища. Почти у каждого мыслителя, у некоторых мыслителей, в общем, были свои классные прозвища. Это у схоластов. Это потрясающе. Петра Ломбардского звали Магистр Сентенций. Магистр Сентенций. Потрясающее, на самом деле, имя. Прозвище, такое название. А почему его звали Магистром Сентенций? Потому что он был автором известного текста, который назывался Сентенций. Вот. Я также внес тех мыслителей, которых обычно как бы не помещают в изучение средневековой философии по ряду причин. Ну, потому что они не очень выдающиеся, наверное, по мнению многих. Они не являются представителями такой чисто христианской философии. В общем, часто их обходят стороной. Но именно для меня эти мыслители представляют собой, ну, фундаментальных авторов. Очень фундаментальных и очень важных для истории всего человечества. И, главное, для истории науки современной. Без Роберта Грассетеста и Роджера Бекона представить себе становление современного импиризма, вот тут невозможно. Роберт Грассетест. 1170 год по 1253. Теоретик и практик экспериментального естествознания. Основатель этого направления в Оксфорде. Работал с метафизикой света. Считал его первичной и тончайшей материей, первичной формой энергии. Также он начал изучение явлений, с опыта. Многие чуть ли не говорят, что это начало Галилео Галилей. Но на самом деле вот уже Роберт Грассетест. Посмотрите годы. Посмотрите годы. Да, когда он умер? 1253 год. Вот тогда вот уже имелись исследователи эмпирики. Да, кстати, один из предтеч очевиднейших научного метода. Следующий, великий, в общем-то, персонаж с уникальным прозвищем. Прозвище, моя любимая часть вот этих всех мыслителей. Это прям забавно. Это забавно и это круто как бы. Роджер Бекон. 1214 год, 1292. Францисканец. Заметим, что в итоге сформировалось два лагеря. Францисканский и доминиканский. В общем-то, да, философии схоластики. Это ордена, да. Францисканские ордены и доминиканские. О них вы прочитать сможете отдельно. Это не относится непосредственно к философии тема. Я просто упоминаю. Вот он францисканец. Можете узнать о том, кто такие францисканцы дальше. О том, кто доминиканцы, тоже можете прогуглить, узнать. Это религиозный вопрос, очень интересный. Роджер Бекон. Прозвище. Удивительный доктор. Удивительный доктор. Ученик Роберта Грассетеста. Естественный испытатель и империк. Разработал теории об увеличительных стеклах. Опять же, Галилео Галилеи почему-то вот-вот считается величайшим. Особенно в этом направлении. Начинал его Роджер Бекон. И это редко упоминается среди его. В общем, такой вот научный... В научных кругах редко такой факт упоминается. Он изучал преломление лучей, перспективу изучал, величину видимых предметов и другое. Для изучения природы он использовал математические вычисления в том числе. Ну, то есть Роджер Бекон. Прям вот вообще ученый. Эмпирик и математик. Это такой протогалилей. И уже заранее исследовал те же самые вопросы, которые исследовал Галилей. Если не ошибаюсь, он с теорией импетуса тоже связан. И Роберт Грассетест, и Роджер Бекон. Они оба связаны с теорией импетуса, которая вылилась в общем-то в итоге в теорию импульса. Да, теория импульса из ниоткуда не взялась. Ее разрабатывали в том числе средневековые мыслители. Так вот. Также Роджер Бекон является одним из первейших мыслителей, которые рассуждали в духе прогрессивизма. Он рассказывал о том, какие удивительные открытия могут возникнуть в итоге после эмпирических исследований. Вот мы исследуем этого, другое, третье, четвертое, а потом в итоге мы сможем получить поезда, например, там, самолеты. Называл он это, правда, по-другому. Но факт заключается в том, что Роджер Бекон предсказал многие открытия современности. И этим, безусловно, заслужил свое место в истории. Не только тем, что он был одним из первых эмпириков и математиков одновременно, которые, в общем-то, и заложили основу для научного метода. Он был одним из первых предсказателей, в общем-то, прогрессивистского подхода. И всякий, кто уважает прогрессивизм, уважает прогресс, должен понимать, что Роджер Бекон, один из тех, в общем-то, философов, которые заложили основания для данной точки зрения. Раймонд Лулий, следующий мыслитель, 1235 год по 1315. Он считал, что разум и вера – различные формы одного и того же содержания. Разум показывает возможность и необходимость того, что в действительности дается верой. Что в действительности дается верой. Ну, вот так вот. Альберт Великий. Следующий мыслитель очень известный, но в основном он известен тем, что он был учителем Фомы Аквинского. А родился в 1200 году, умер в 1280. Доминиканец, комментатор работы Аристотеля. Кстати, вот фундаментальное его достижение заключается в том, что он комментатор работы Аристотеля. У него было много работы Аристотеля, он многие из них читал. И одним из первых начал адаптировать учения Аристотеля под средневековое, в общем-то, воззрение. Но! Но! Но на этом самом поприще, на том же самом, стал колоссально известен именно его ученик Фома Аквинский, о котором мы поговорим чуть позже. А потому что следующий мыслитель по периодизации у нас – это Бонавентура. Бонавентура, францисканец, родился в 1218 году, умер в 1274. Он теологию считает царицей всех наук. Также он довольно-таки один из поздних реалистов. Замечу, что вообще-то мощь, так скажем, реализма постепенно уменьшается со временем, со стечением схоластики. Например, в ранней схоластике очень трудно найти мыслителя, который был бы при этом нереалистом. Да-да-да, там, конечно, есть вот такой вот великий персонаж, как... Так, где он? Где он? Где-то великий персонаж. Иоанн Расселин, вот он, великий, один из ранних. Но большинство, большинство все-таки универсалисты, очень много универсалистов. А зато ближе к концу, в общем-то, средневековья намечается обратная тенденция. Номиналистов становится все больше, а реалистов все меньше. Но Бонавентура все еще реалист. А среди философов язык мудрости пусть будет отдан Платону, считал он. А Аристотелю, безусловно, язык науки. Однако и тот, и другой, а именно язык и мудрости, и науки пусть отдадут Августину. Ну, Августин тоже хороший достаточно мыслитель. Ничего тут не скажешь. Согласно учению Бонавентура, у человека три ока. Телесное, мысленное и созерцательное. Последнее вырабатывается самоуглублением в душу, как отражением Бога. Самоуничтожением, самоотречением и искренней молитвой. Как было шесть дней творения, так есть шесть степеней созерцания, за которыми следует высшее благо. Слияние с божеством. Очень интересный персонаж Бонавентура. Является, наверное, одним из главных, в общем-то, предшественников околохристианской мистики. Мастер Экхард, например, вот, наверное, вот тоже заимствовал у него ряд идей. Да и в том числе, наверное, мистики эпохи Возрождения тоже обращались к данному автору. Фома Аквинский. Вот он, основатель томизма. Великий доктор Ангеликус, доктор Универсалис, князь философов. Очень много имен заслужил Фома Аквинский, потому что это самый великий философ в схоластике. Самый известный. Томас Аквинат его еще зовут. Ну, много имен бывает у философов. А вот у Фома Аквинского более прочих, больше, чем у многих других философов имен. А родился в 1225 году. Умер в 1274. Ну, вот эти вот имена его на латинском. Доктор Ангеликус. Ангельский доктор. Потрясающий, потрясающий никнейм. Вот. Один из самых величайших текстов Томаса Аквината. Это Сумма Теологии. Сумма Теологии. И вот Суммы, кстати, начали писать, если, ну, вот Суммы, Суммы были очень популярны в эпоху схоластики. И самая знаменитая Сумма, это Сумма Фомы Аквинского. Сумма Теологии. В том числе Фома Аквинский, знаток Аристотеля и ученик Альберта Великого. Оба они любили Аристотеля и оба, в общем-то, совмещали его философию с философией схоластики. А Фома Аквинский в этом очень сильно преуспел. Невероятно преуспел. В его учения, в принципе, входят многие аспекты учения Аристотеля. Вот это вот и называется, собственно, томизм. Слияние христианской и аристотелевской философии. Это томизм. Почему томизм? Потому что Томас. Томас Аквинат. Да. Фома Аквинский. Томас Атамизм. Поэтому. Ну, наверное, очевидно это было. Но, может, для людей, которые не знакомы с философией, это впервые такое они услышали. Так вот. Окончательно сформулировал пять доказательств бытия Бога. А природа, по его мнению, завершается в благодати. Разум в вере. Философское познание и естественная теология, основанная на аналоге сущего в сверхъестественном откровении. В универсале существует трояка. То есть, он умеренный, в общем-то, реалист. До вещей, в вещах и после вещей. То есть, в мышлении человека. Давайте разберем вот это вот. Вот у нас есть вещь. У этой вещи есть идея. У этой идеи существует, во-первых, до самой вещи. Когда-то этой вещи не существовало, но были аналогичные вещи, которые все принадлежали к одному классу идей. И вот эта вот идея, вот она вот где-то существует. По Платону, допустим. Но в данном случае не имеется в виду платоновская философия. Конечно, это своеобразный универсализм. Но вот она где-то существует. То есть, она существовала до вещи. В вещах. Что значит, что идея существует вещи? Во время создания вот этой вот штуки непосредственно применялась идея вот этой вот штуки. И вот в этой штуке существует ее сама идея. Внутри. Прямо вот внутри она существует. Вот она там внутри где-то находится. В том числе, наверное, это к форме относится аристотелевской. Форма какая-то у этой вещи есть. Непосредственно в самой вещи это и есть форма. Вот она внутри. Внутри, снаружи. И после вещи. То есть, когда мы... У нас там где-то далеко есть идея. Идея в самой вот этой штуке. И у нас в голове. То есть, после вещи у нас в голове есть. Потому что мы, если бы у нас не было в голове вот этой вот идеи, если бы мы не могли ее припомнить, так скажем, по Платону, мы не могли бы осознать, что эта штука на самом деле нож. А что у ножа на самом деле еще какая-то там идея общая, и как-то все это соотносится, интересно. В общем, вот такая у него концепция универсализма, и вот она называется умеренный реализм. Умеренный реализм. Также Фома Аквинский считал, что существует три типа мудрости. Метафизическое, философское, богословское, основанное на вере. Ну и мудрость благодати непосредственно. Благодать, мы постоянно упоминаем благодать, конечно, благодать Божью. Вот эта вот мудрость, основанная на благодати. А также два вида существования есть. Безусловное и случайное, условное. А безусловное это Бог, конечно же, а зависимое случайное это мы. Все просто, все очень просто в данном случае. Давай, веду, существовали. А все остальное существует случайно, а Бог сам по себе существует. Он безусловен. Он не может не существовать. Безусловно, то, что не может не существовать. А случайно, то, что может не существовать. Могло бы не существовать, так скажем. Также поддерживал ряд аристотелевских концепций. Например, о материи и форме. Ну, вообще, Фома Аквинский очень сложный мыслитель. Вот то, что мы сейчас про него сказали, это вот-вот-вот вообще самая малость. Дело в том, что сумма теологии – это колоссальная эклектика. Это сложнейший эклектический текст, включающий в себя различные аспекты философии. В том числе философии о бытие, то есть антологии, не только антологии. В общем, прочитайте сумму теологии, если захотите ознакомиться с работами Фома Аквинского. Если хотите ознакомиться с томизмом, одним из самых авторитетных философских течений христианства за всю историю существования христианства. Если хотите ознакомиться с философией одного из самых великих мыслителей христианства за всю его историю. Может быть, не считая блаженного Августина, то вам нужно считать сумму теологии. Следующий великий мыслитель это Дунс Скотт. 1266 год по 1308. Францисканец. У него тоже было прекрасное прозвище. Тонкий доктор. Типа утонченный, наверное, утонченный такой, такой изысканный доктор. Тонкий доктор. Один из тех авторов, которые развивали эмпирические методики. Ум в его представлении потенция мыслительных форм. Знание не подчиняется вере. Вот одно из ключевых его положений по одному из тех вопросов, которые мы стараемся сейчас рассмотреть. Знание уже не подчиняется вере. А также Дунс Скотт отрицал онтологическое доказательство бытия Бога. При этом принимая космологическое и телеологическое. Следующий, очень известный, один из самых, в общем-то, влиятельных мыслителей тоже средневековья. Уильям О'Кам. 1285 год по 1347. Францисканец. Кстати, вот францисканцы начали лидировать, как вы видите. Номиналист. Очень ярый номиналист, между прочим, и очень известный. Очень много номиналистов начинается как раз потому, что акамистов очень много к завершению, в общем-то, периода схоластики. В общем, всё, завершение схоластики. Упадок из номинализма. И, в общем-то, да, акамисты, акамисты. Он считал, что единичное нельзя познать с помощью универсалей. Единичное созерцается. Ну, всё. Созерцайте. Созерцайте единичное. Вот вам. Никаких идей. Вот всё, что там в уме, не в уме, я не знаю, снаружи, внутри, ничего этого. Никаких идей нет. Только-только в голове у нас какая-то возникает идея. Ну, вот это нож. Вот это тоже нож. Два ножа. Ну, вот я называю их ножами просто вербально. Номинализм. Чистейший номинализм. И в голове у нас нету вот этих вот идей ножа. Идея ножа, вот, мистическая. Нет. Её тоже нет у нас в голове. Оно есть только в концептуализме. Но неважно. Также Уильям Акама известен как автор, автор-автор знаменитой бритвы Акама. То есть, не должно множить сущее без необходимости. Правда, Уильям использовал данный метод, данный подход не так, как его используют современные учёные. Что делают современные учёные? Они отсекают все мистические, все онтологические, все метафизические трактовки, которые в целом усложняют теорию. Вот так метод применяется. Уильям Акама отсекал наоборот просто. Это забавно, потому что он действительно отсекал наоборот. Бог необходим, Бог есть. Он средневековый мыслитель, он верил в Бога. Бог есть. А всего остального нет, как бы. Забавно. А Уильям Акам такой вот интересный мыслитель. Не должно множить сущее без необходимости. И не множил. Не множил совершенно. Просто в другом направлении мысла при этом. Один из известных последователей Акама – Жан Буридан. От 1300 год по 1358. Номиналист. Развивал теорию импетуса, которая впоследствии трансформировалась в теорию импульса. Проблему свободной воли считал неразрешимой. Также известен парадокс Буриданова осла, который, правда, Жан Буридан не формулировал. Правда, она очень прекрасно, очень хорошо соотносится с его философией. Так вот. Как осёл, которому предложено два одинаковых стога сена, может сделать рациональный выбор? Как он выберет один из двух стогов? У нас один стог одного размера и другой стог такого же размера. Как ослу выбрать один из этих стогов? Так и будет стоять осёл и помрёт в конце, наверное, если он будет так делать. Вот такое классическое разрешение Буриданова осла, этого парадокса. Он стоит, и он в шоке, у него два одинаковых стога, и он умирается с голоду. Потому что он не может подойти к любому из них и сделать рациональный выбор. Но разрешений данного парадокса очень много. Скорее всего, он подойдёт к какому-нибудь из стогов, поест. Стог станет меньше, а может пойдёт к другому стогу. Да, неважно. Разрешений данного парадокса много, можете поинтересоваться. Загуглите, в общем-то, Буриданов, осёл и узнаете много нового. Теперь один из моих самых любимых философов, в общем-то, средних веков. Николай Арэм. Очень редко его упоминают в истории средневековой философии, но я считаю его величайшим мыслителем своего времени. Родился в 1330 году, а умер в 1382. Прежде всего, чем он отличается от всех прочих? Он натурфилософ. Натурфилософ, да. Учёный и мыслитель, одновременно вместе с тем. Писал, легче представить себе вращение самой Земли, чем вращение вокруг неё огромной звёздной сферы. Впрочем, это не значит, что дело обстоит именно так, потому что Арэм сформулировал принцип относительности, согласно которому вращение тел будет зависеть от точки отчёта. В чём на несколько столетий опередил Галилея, между прочим. Также он на несколько столетий значительно опередил и Коперника предположение о том, что Земля вращается. Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, что мы можем рассматривать вот такую вот систему. Притом сам Арэм писал, что уже в его время существовали мыслители, одни из которых придерживались геоцентрической модели, а другие геоцентрической. При этом никаких космических ракет не было, и кругосветных путешествий никто не совершал. И телескопов особо тоже в те времена не было. А в общем-то, да, вот мужчины спекулировали на данную тему, и относительно того, что в средневековый, в общем-то, в средние века было абсолютно запрещено обсуждать некоторые темы, например, форму Земли, или, например, было абсолютно запрещено, в общем-то, обсуждать геоцентрическую модель, осуждать как-то. Нет, всё это фигня на самом деле. Ну, может быть, не совсем фигня, но имелись мыслители, которые рассуждали таким вот образом. И один из величайших из них — это Николай Рэм. Николай Рэм как раз уже подводит итоги. Вот у нас есть мыслители, которые придерживаются геоцентрической модели, вот у нас есть мыслители, которые придерживаются геоцентрической модели. А на самом-то деле можно всё рассматривать с точки зрения... просто точки отчёта, вместо отчёта. Может быть, всё движется даже... Кстати, да, следует напомнить, что сейчас-то выяснено, что Солнце движется не просто, оно не просто как бы неподвижно, у него есть тоже своя орбита, поэтому всё сложно. Всё очень сложно в данном случае. И всё зависит от точки отчёта. Точка отчёта. Берём точку отчёта и рассчитываем всё как нам угодно. Да, движение небесных тел определяется не божеством, считал Николай Рэм, а природным равновесием сил. Ну, скорее всего, он считал, что природное равновесие сил уже установлено божеством. И, кстати, вот такое вот положение, что есть некое природное равновесие сил, созданное Богом, а с другой стороны есть Бог, это уже... Ну, в преддверии он стоит деизма. А деизм, как известно, стал некой такой философией, неким таким, в общем-то, учением околохристианским, которое было свойственно многим учёным-физикам. нового времени уже Николай Рэм стоит вот уже в преддверии. Вот врата почти открылись, и осталось только вот на родите Галилеев, Коперников и Кеплеров. Кстати, в том числе Николай Рэм работал с теорией импетусов. Вот, 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 вот. К схоластике не особо относят мастер-мастера Экхарта, величайший мыслитель своего времени, Мистик, 1260 год нашей эры, вот его дата рождения, дата смерти, 1328 год. Он учил, что Бог присутствует во всём существующем. Божество для него – это безличный абсолют. Божество невозможно описать. В человеке, в человеке, есть частица Бога, человек может его познать. «В моей душе есть сила, воспринимающая Бога. Бог мне ближе, чем я сам себе», писал мастер Экхарт. Кстати, если я не ошибаюсь, у него есть практика, в которой он, в общем-то, говорил, что он сам Бог. Потому что дело в том, что нужно объединиться с Богом, объединить свою душу с Богом по мастеру Экхарту. Мистика, чистая мистика, конечно, да. И поэтому там была такая практика, в которой проговаривалось, что он есть Бог, как бы и сам. Очень похоже на индийские учения, например, на Веданту, который мы тоже разберем, где мыслители различные, ведантисты, рассуждают о том, что я есть Брахман, например. Здесь тоже я есть Бог. А можно считать, что древние идеи тождества, микро- и макрокосмоса оборачиваются идеей тождества, глубин человеческого духа и божественности. Божья глубина, моя глубина, писал он, и моя глубина, Божья глубина. А задача искренне верующего человека по мастеру Экхарту не в том, чтобы с помощью образов и понятий обычного знания представить Бога как личность, а в том, чтобы уйти от таких представлений и на пути мистической интуиции обрести безличную божественность. Вот такая позиция мастера Экхарта. Великий мыслитель своего времени, честно говоря, во многом тоже опередил свое время и впоследствии у него будет множество последователей в эпоху Возрождения. Очень много мистики в эпоху Возрождения мы встретим, в том числе, наверное, очень тесно связанную с мастером Экхартом. Двигаемся дальше. Эпоху Возрождения мы, думаю, будем изучать значительно позже, но дело в том, что есть такая часть эпохи Возрожденческой философии как протестантская философия. Да, или философия реформации. Она входит в христианскую философию. И мы разберем ее тоже здесь. Основой протестантской философии является личная связь человека с Богом и Откровением, ну, то есть Библией. А протестанизм отвергает церковные каноны и создает новые. Теперь человек имеет возможность отвергнуть многовековые традиции прочтения Библии и ее трактовки. И сам может погрузиться в ознакомление с ней. По таким канонам и проводилась реформация, между прочим. Одним из основателей реформации, одним из основателей протестанизма является Мартин Лютер. Он жил с 1483 по 1546 годы. Лютер считал, что спасение можно достигнуть только верой, только благодатью, только писанием. Он отвергал, что церковь и духовенство, духовенство являются необходимым звеном цепи в достижении благодати. А Мартин выступал против папских декретов. Он полагал, что свобода души не зависит ни от каких декретов, и только от воли Господа. Священники не являются посредниками между людьми и Богом. Лютер полагал, что у каждого человека есть призвание, и если он занимается тем, чем должен, то его будет преследовать божественная благодать. Труды монахов и священников, такими, какими бы тяжкими и святыми они ни были, ни на йоту не отличаются в глазах Бога от трудов крестьянина в поле, или женщины, работающие по хозяйству. Мартин отвергал божественность Папы. Он считал, что нужно убрать из церкви все, что явно противоречит Библии. Давайте немножко обсудим вот эти вот положения интересные. А протестанизма крайне интересное, в общем-то, ответвление христианства. Дело в том, что даже в Библии, кстати, написано, что богач, богатый человек вряд ли попадет в рай. А вот, а протестанизм как бы исхитряется здесь, трактует вот эти вот положения немножко по-своему. И получается, что наоборот, вот у нас есть человек, который занимается своим трудом. И чем больше этот человек зарабатывает, тем больше вокруг него, собственно, благодать. И дело в том, что вот он занимается своим трудом, он нашел дело своей жизни, он занимается тем, чем должен. И все. Вот показатель. У него есть деньги в итоге. А деньги, как следствие, и следствие божественной благодати являются. И символом того, что он занимается тем, чем он должен заниматься. Как бы вот получается, что вот этот концепт перевернулся с ног на голову. Кстати, не зря поэтому Вебер пишет книгу, согласно которой, да, протестантская этика во многом повлияла на экономику, потому что, ну, это действительно так. И многие передовые страны, например, Америка и Германия, протестантские во многом, да, и содержат внутри себя очень сильные протестантские движения. Следующий мыслитель, который для нас очень важен в данном случае, это Жан Кальвин. Мысли других авторов мы не будем упоминать реформации, а вот Жан Кальвин, он фундаментален. Он очень сильно отличается от нашего предыдущего героя Мартина Лютера, но он очень-очень интересный в данном случае. Жан Кальвин, 1509 год по 1564, он считал, что Бог верховен во всем. Именно поэтому все предопределено. Человек принимает или не принимает благодать помимо своей воли, так как Бог всемогущ. Бог уже предопределил, кому он отдаст свою благодать. Одни заведомо предопределены к погибели, а другие к спасению. Также Кальвин желал убрать из церкви все, что не является необходимым по Библии. Заметьте, Мартин Лютер считал, что нужно убрать из церкви все, что явно противоречит Библии. Кальвин считал, более радикально, более радикальное мнение, нужно убрать из церкви все, что не является необходимым. Вот и. Вот и такое сопротивление интересное. Протестантство, протест. Также Жан Каллин считал, что зажиточный человек во многих случаях считается угодным Богу, особенно если он не кичится своей зажиточностью. Ну, в общем-то, самое главное, ты богат, не гордись своим богатством, все, ты прекрасен, ты прекрасен, ты протестант, Бог с тобой, как бы получается, и Бог помогает тебе, у тебя много денег, как раз потому, что Бог предопределил, что будет так. И значит, у тебя есть благодать. Ты занимаешься бизнесом, ты богат, ты прекрасен, все хорошо. Значит, да, у тебя есть благодать Божия. Прекрасно, замечательно просто. Замечательная концепция. Ничем не нужно жертвовать в данном случае. Также известные мыслители и деятели реформации это Ульрих Цвингли в 1484 год по 1531. Он считал, что Бог наивысшее благо, которое через проявление, проведение является себя всюду. Он считал, что человек потерян и греховен. Ну, понятно, все здесь. И Филипп Меланхтон. Меланхтон, да, 1497 год по 1560. Еще один ключевой деятель реформации. Обсуждать его мы не будем. Вывод. 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 Да, некоторые аспекты христианства оставались неизменны, но в итоге большая часть догм была переосмыслена и дополнена. Не следует упрощать христианскую традицию. Она не так проста, как может показаться. Многие критики отмахиваются от ее многообразия. Мы же с вами прикоснулись лишь к малой доле этого многообразия. Надеюсь, вам это было полезно и вы сможете дальше изучать христианскую философию, если она вас заинтересовала. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо, что меня слушали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok